Всем привет, меня зовут Ника, и сегодня мы с вами будем играть в Sims 4. На днях я сделала историю, в которой спросила, хотите ли вы видеть такие видео на канале, и многие сказали, да, давай играть вместе, и я подумала, блин, почему нет? К тому же, летсплей игры, процесс игры я никогда не снимала. Вроде запись экрана снимает, диктофон пишет, камера снимает, должно быть всё супер. Я почти всё утро скачивала моды на Sims 4, надеюсь, сильно лагать не будет игра из-за этого. Каких клёвых можно персонажей создавать с помощью модов, какой можно делать клёвый ремонт. В следующих выпусках, возможно, я уже скачаю другие моды. Напишите в комментариях, как быть. Сделать семью, допустим, девушку, да, и вести её жизнь до конца, там, может быть, несколько поколений получится у меня снять, я не знаю. Или же поиграть сначала одной, потом создать ещё кого-нибудь и поиграть немножко за этого персонажа. В общем, пишите, как вам будет удобнее, а мы давайте начнём, наконец-таки. И так непривычно это всё делать на самом деле, играть на камеру. Я когда раньше играла в Sims 3, у меня всегда происходило так, что я создавала персонажа, дом, и потом уже не особо прям играла. Но сейчас хочу попробовать именно прожить жизнь с Симом вместе. Ну, цвет, конечно же, у нас будет какой-нибудь офигеть. Тут такие красивые цвета. Причёски, которые скачиваешь с модов, они даже выглядят, естественно, прям как волосы. Это круто. Разобрались с прическами. Давайте вернёмся к лицу. Я брови скачивала. Вау! Боже мой, посмотрите, какая красота! Боже, она такая красивая! Я в шоке просто, девочки. Во, вот эти глаза оставлю, потому что у меня макияж всё равно будет. Боже, какой красивый макияж. Какая она с макияжем, а какая без. Просто девушки, если умоются. Блин, надо теперь макияж, это для всего так-то делать. Умирить не встать, девочки. Так как я решила, что буду жить в тёплом городе, я, разумеется, на основную повседневную одежду сделаю какой-то лёгкий такой наряд. Мне очень нравится этот топ, только если бы он был однотонный. Раз уж я делаю летсплей, так скажем, нужно выглядеть очень красиво. Ой, мне кажется, и так зелёный пошёл, зацените. Блин, там были шорты на высокой талии. Ну, пускай, допустим, будет так. Тело тут у меня аж ничего. Татуировки, точняк. Я хочу татуировки. Я играла в субботу в Sims и создала персонажей дом. Из-за всё, что я сделала за субботу, за 4 часа. И я уже немножечко изучила эту всю систему, что здесь есть. Девочки, ну это вообще красота, немоверно неописуемая, вы посмотрите. Сейчас я сделаю вообще крутецкий образ ей. О, короче, я здесь сделаю кучерявых. Во, вообще топчик, посмотри. Моды это супер, это прям офигеть как круто. Всё. В этот раз я справилась быстрее, потому что я уже в целом тут чуть-чуть разбираюсь. Так, мы её назовём Дана. Ну, мне очень нравится имя Даниэла, поэтому я решила её назвать Дана. Крутецких. Пусть будет творчество. Хочу быть опытной актрисой. Так, пусть будет частюля, чтобы она убиралась за собой хотя бы. Так, пускай будет самоуверенной. Наша актриса. Дружелюбная. Тут можно пришельца сделать своим питомцем русалку, чародея. Может, кошку? Заведу себе кошку в этот раз. Пока что я ещё не определилась, какой породы. Хочу вот такую. Такую вот леопёрдовую. А, пусть будет серая. Конечно же, надо сделать ошейник. Она у меня будет подкачанная. Ой, реально назову её Саванна. Что она у нас тут любопытная? Нет, давайте она у нас будет умная, дружелюбная и любвеобильная. Ну всё, наверное, давайте начинать играть. О, боже мой, как мило. Сейчас хочу сохранить и выйти из игры, чтобы проверить, всё ли у меня там записывается. Мне очень страшно, что... Лето, конечно. Мне страшно, что там всё не записывается, и я всё делаю зря. Мы, конечно же, заселим семью в город Сулани. Думаю, что я читами добавлю себе несколько денег. Мозерлоуд. Чтобы просто построить себе хороший дом. С числа 2017. К морю поближе, наверное, хочу. Напишите мне, какие вы хотите дальнейшие развития событий. Что придумать, что сделать. Конечно, всегда хочется попробовать играть в Sims без читов. Именно деньги зарабатывать самому. Но я хочу сделать красивый ремонт. И потом уже самой как-то двигаться. В общем, у меня сейчас будет дико бомбить. Потому что этот ролик я села снимать часов в 12 дня. Уже 7. И сейчас я расскажу, что было. Я создала персонажа. Всё было классно. Всё записалось. Везде записалось. На камере, на зигтофоне, на компьютере. Потом я стала приступать к строительству. И я потратила час. Вообще ни на что. Мне не понравилось в итоге, что я сделала. Отошла я максимум до того, что наклеила обои и положила пол максимум. Мало того, что мне не понравилось. Я вышла из игры. И увидела, что запись экрана прервалась ещё на 14 минуте. Хотя я снимала час. После я села опять снимать. У меня пропали все дополнения. Потом я опять всё перезагрузила. Всё, нормально. Дополнение на месте. Вот жду, пока загрузится сейчас. Надеюсь, всё получится. Грузись по-братски. Давай, я тоже здесь. И я тебя жду. Итак, конечно же, уже стемнело. В общем, молодец, как я мусорку поставила. Прямо где люди должны ходить. Я сделала вот здесь небольшой такой проход сбоку дома. К моей террасе такой. Я сначала думала, что возле этих окон я сделаю что-то вроде спортзала или что-то такое. Но сейчас я подумала, что хочу сделать здесь такую обеденную зону с видом на море. Кухню я уже начала делать в таком стиле. Я строю хороший дом. Прямо стараюсь только сейчас. То есть, если у меня что-то не получается. И вы такие думаете, блин, у неё вот зачем она это делает. Извините, я как бы вот сейчас только решила создать не просто дом, а клёвый дом. Всё ровно. Ой, посмотрите, какая милая кухня получилась. Теперь я хочу сделать обеденную зону. Всё-таки здесь действительно. Кухню мы сделали. Так сделаю. Так будет уютнее. А здесь я сделаю, скорее всего, туалет. Я себе хочу сделать комнату на втором этаже. Но у меня второй этаж будет не полностью забит, а только наполовинку. Ну, вроде, всё необходимое я сделала. Тут есть ванна, есть туалет, умывальник. Я решила попробовать именно так сделать в этот раз. Возможно, потом я всё переделаю. И получается у нас вот такая будет ванная комната. Что я хотела сделать со своей будущей спальней? К залу к этому я ещё вернусь. Так, тут обязательно нужен свет. И этот свет... Ну, где-то я хочу полверха себе забрать. Забор, значит, говорят. Можно попробовать забор. Какой-нибудь красивый домашний забор нужен. Примерно так. Да, супер! Получилось, как я хочу. Смотрите. То есть у меня часть свободная, а часть нет. Так, да-да-да-да-да-да. Теперь перила, 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 перила. Давайте какие-нибудь вот такие. Так мне нравится больше. Пол я хочу сделать как на первом этаже. Потому что я его скачала сегодня. И поэтому он мне очень нравится. Блин, у меня такой прекрасный дом получается. Я сама в шоке. Удивлена вообще. Так. Спокойствие. Далее идём. Здесь у меня обычные белые пока что обои. Я делаю вот так. Эта вот кровать я намутила сегодня себе, так скажем. Вот эту выберу. Мне нравится, что у неё с листиками. Офигеть. Вы посмотрите, это просто натуральный шкаф. Классно выглядит. Вообще, вы посмотрите. Почему тут так много классного всего? Вот ещё есть какой-то угловой даже. Вы прикиньте. Офигеть. Прям комната, как в жизни. А здесь что? И вешалка есть. Как же это всё классно выглядит. Я в шоке. Посмотрите, как всё выглядит. Прикольно вообще. Ну, вот так, я думаю, выглядит вполне себе классно. Супер, девочки. Мы сейчас сделаем кабинет идеальный такой же вообще. Я так рада, вы не представляете. Я искренне надеюсь, что это всё записывается до сих пор. Крыса, ёжик, хомячо. Давайте я заведу ёжика. Я поржусь, она к этому ёжику пройти не сможет. Всякое может быть. А что ещё не квадратный стол, а какой-нибудь круглый поставить? Такое имеется. Вот, вот такой надо сделать стол. Посмотрите, я действительно впервые довольна домом, который я построила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я добавила несколько элементов для кошки, плюс изменила обои в ванной. Немножечко поменяла окна. Я хочу... А, ещё я поставила лоток в туалете кошачий. И кошечку добавила сверху. Субтитры сделал DimaTorzok О, тут есть надувной матрас пицца. У меня будет много матрас. Ну, вы посмотрите. В общем, вот такой дом получился. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Понравилось, как я его тут строила. Я его весь день пыталась сделать. То у меня с программой не получалось, то ещё что-то было. В общем, вот так получилось. Я очень рада. Пустоват, конечно. Будем наполнять со временем, но... Для первого раза, я считаю, супер. И пишите в комментариях свои какие-то дальнейшие, может быть, развития её жизни. Может быть, ей завести кого-то, подружиться с кем-то. Предлагайте свои какие-то истории. Буду их воплощать в следующих выпусках. Всем спасибо за просмотр и всем пока.